Машина остановилась на углу, в Ажирарской улице. «В чём дело?» – спросил Равич. «Демонстрация!» – таксист обернулся. «Назире с коммунистой». Равич покосился на Кейт. Тоненькая, непреклонная. Она, как ни в чём не бывало, сидела в углу, в наряде Фрейлины при дворе Людовика XIV. Лицо сильно напудрено. Впрочем, нездоровую бледность не смогла скрыть даже пудра. Сильнее прежнего проступили скулы и даже виски. «Весёленькая жизнь!» – вздохнул Равич. «Июль 39-го. Пять минут назад мы проехали фашистскую демонстрацию огненных крестов. Теперь вот коммунисты, а мы тут с вами между двух огней, в костюмчиках славного 17-го столетия. Чудненько, правда, Кейт?» «Ничего страшного». Кейт улыбалась. Равич поглядывал на свои лакированные туфли-лодочки. Костюмчик и впрямь хоть куда. Не говоря уже о том, что в таком виде первый же полицейский немедленно его задержит. «Может, нам другой дорогой поехать?» Обратилась Кейт к шофёру. «Нам не развернуться», – сказал Равич. «Сзади уже полно машин». Демонстрация неспешно тянулась через перекрёсток. Люди несли флаги, лозунги, плакаты. Всё это молча, без песен. Шествие сопровождал целый отряд полицейских. Ещё одна группа полицейских как бы невзначай стояла на углу улицы. Эти были с велосипедами. Один из них уже катил вдоль по улице. Заглянул к ним в машину. Посмотрел на Кейт, но даже бровью не повёл и поехал дальше. Кейт перехватила в тревоженный взгляд Равича. «Видите, он нисколько не удивился», – сказала она. «Он знает. Полиция всё знает. Сегодня маскарад. Это же гвоздь летнего сезона. И дом, и сад. Всё будет под охраной полиции. Это чрезвычайно меня успокаивает». Кейт только улыбнулась. Откуда ей знать, на каком он тут положении? «В Париже нескоро можно будет увидеть столько драгоценностей за один вечер. Костюмы подлинные и бриллианты тоже. Полиция в таких случаях смотрит в оба. Среди гостей наверняка будут адзиктивы». «Тоже в маскарадных костюмах?» «Наверное. А в чём дело?» «Спасибо, что предупредили. А я тоже на рот шельский из Умрунды нацелился». Кейт покрутила ручку, приоткрывая окно. «Вам это скучно, я знаю. Но вам всё равно уже не отвертеться». «Ничуть менее скучно, напротив. Иначе бы я вообще не знал, куда себя девать. Надеюсь, выпивки будет достаточно?» «Думаю, да. В случае чего я намекну управляющему. Он мой добрый приятель». «С улицы доносились шаги демонстрантов. Нет, это был неслаженный марш. Беспорядочное, унылое шарканье. Можно подумать, стадо гонит». «Если бы выбирать, в каком столетии вы бы предпочли бы жить?» «В нынешней. Иначе я давно бы уже умер. И в моём костюме на этот бал ехал бы какой-нибудь другой идиот. Я не о том. В каком столетии вы хотели бы очутиться, если бы привелось жить ещё раз?» Равич поглядел на бархатный рукав своего Камзова. «Бесполезно», — буркнул он. «Всё равно в нашем. Хотя это самый вшивый, самый кровавый, самый продажный, самый безликий, самый трусливый и гнусный век на свете. Всё равно в нём». «А я нет». Сцепив руки, Кейт прижала их к груди, словно ей зябко. Пышные складки мягкой парчи укрывали её худобу. «Вот в этом», — сказала она. «В семнадцатом или даже раньше. В любом, только не в нашем. Я лишь пару месяцев назад поняла. Раньше как-то об этом не думала». «Ну и жарища. И духота страшная. Эта демонстрация когда-нибудь кончится?» «Да. Вон уже хвост». Выстрел грохнул от кого-то с улицы. В следующий миг полицейские уже оседлали велосипеды. Где-то закричала женщина, толпа в ответ взревела. Люди уже разбегались. Полицейские, налегая на педали, мчались на перерез, размахивая дубинками. «Что это было?» — испуганно спросила Кейт. «Ничего. Должно быть, шина лопнула». Таксист обернулся. Он переменился в лице. «Эти. Поезжайте». Резко оборвал его рабич. «Сейчас как раз проскочим. Перекресток и впрямь был пуст. Демонстрантов как ветром сдуло. Скорее!» С улицы опять донеслись крики. Снова грянул выстрел. Шофер рванул с места. Они стояли на террасе, что выходило в сад. От пестроты и пышности костюмов рябило в глазах. В густой тени деревьев пунцевели розы. Свечи в лампионах подрагивали трепетным неровным светом. В павильоне небольшой оркестр играл минуэт. Антураж напоминал ожившие полотна вато. «Ведь красиво?» Спросила Кейт. «Да?» «Нет, правда. Правда, Кейт. По крайней мере, отсюда, издали. Пойдемте, прогуляемся по саду». Под вековыми раскидистыми деревьями глазу открывался впрямь невероятное зрелище. Зыбкий свет множество свечей поблескивал на серебре и золоте парчи. На бесценных, переливчато-розовых, блекло-голубых и темно-морской волны, атласных шелках. Мягко мерцал в локонах париков, на обнаженных припудренных плечах, обвиваемых нежным пением скрипок. Под серебристый блеск фонтанов, посверкивая эфесами шпаг, публика группами в росье парами чинно прохаживалась зад-вперед по аллеям. В безупречном стилистическом обрамлении, аккуратно подстриженных самшитовых кустиков. «Даже слуги», – подметил Равич, – «и те были в костюмах. Коли так, наверное, и детективы тоже. Вот славно будет, если его здесь арестуют, какой-нибудь Рассин на пару с Мольером, или уж совсем по-тихи ради придворный карлик Шут». Он скинул голову. Только что на руку ему упала тяжелая капля воды. Розоватое предзакатное небо темнело на глазах. «Сейчас будет дождь, Кейт», – сказал он. «Нет, быть не может. А как же сад? Еще как может. Пойдемте скорее». Взяв Кейт под руку, Равич увлек ее на террасу. Едва они взошли по ступенькам, хлынул ливень. Вода обрушилась небес стеной, в один миг заливая свечи, превращая изящные панов в линяное тряпье, подвергая в панику светскую публику. Маркизы, герцоги, придворные фрейлины, подобрав парчевые кринолины, мчались к террасе. Графы, кардиналы и фельдмаршалы тщетно пытались спасти свои парики, отталкивая дамы друг друга, толпились на лестнице, как перепуганные куры в курятнике. Вода, не зная пощады, рушилась на парики, жабое декольте, смывая пудру и румяна, свирепая белесая вспышка на миг озарила сад, чтобы в следующую секунду с резком оглушить его тяжелым раскатом грома. Кейт стоял на террасе под навесом, испуганно прижимаясь к крабичу. «Такого еще никогда не было?» — оторопела, — приговаривала она. «Я столько раз здесь бывал, и никогда ничего со все годы. Зато какой шанс добраться до изумрудов? Да уж, бог ты мой!» Слуги в плащах и зонтиками носились по саду, нелепая сверкая атласными туфлями из-под современных дождевиков. Они приводили из сада последних, заблудших насквозь промокших придворных дам, и снова уходили под дождь на поиски потерянных вещей и накиды. Один уже нес пару золотых туфелек. Туфельки были изящны, и в своих могучих ручищах он нес их с величайшей осторожностью. Вода хлестала по пустым столам, барабанила по матерчатым навесам. Словно само небо, бог весь почему, хрустальными палочками дождя выбивало боевую тревогу. «Пойдемте в дом», — сказал Аки. Комнаты дома, однако, оказались не в состоянии вместить такое количество гостей. Похожи на сюрпризы природы, никто не рассчитывал. Недавняя уличная духота еще полновластно царила здесь, а с утолокой давкой ее только усугубили. Широкие платья дам нещадно мялись, жалобно трещал старинный шелк. На него беспардонно наступали ногами. Теснота была жутко, не повернуться. Равич и Кейт оказались возле самых дверей. Прямо перед ними все никак не могла отдышаться мнимая маркиза де Монтеспан. Чьи слипшиеся волосы напоминали сейчас мочалку. На красной распаренной шее испуганного поблескивала ожерелье из крупных в форме груш и бриллиантов. Выглядела она, как ряженая толстуха-зеленщица на карнавале. Рядом с ненщик населился прокашляться лыжных старикан вовсе без подбородка. Равич даже его узнал. Это был некий бланше из Министерства иностранных дел. Расфуфыренный под кальбер. Перед ним застряли в толче две хорошенькие, стройные фрейлини, в профе сильно смахивающие на борзых. Рядом еврейской наружности барон толстый громогласный, с бриллиантами в шляпе похотливо поглаживал их обнаженные плечи. Несколько латиноамериканцев, переодетых пажами, безмолвным изумлением наблюдали за происходящим. Между ними, мерцая рубинами и порочным взором падшего ангела, затесалась графиня Беллен в образе Луизи де лавальер. Равич припомнил, что год назад, по диагнозу Дюрана, удалил яичники. Здесь вообще было его Дюрана-водчина. В двух шагах от себя он заприметил молодую, очень богатую баронессором Лан. Она вышла замуж за англичанина и тут же лишилась маски. Удалял тоже он Равич по ошибочному диагнозу Дюрана. Зато гонорар 15 тысяч. Секретарша Дюрана ему потом по секрету шепнула. Равичу перепало 200 франков, а пациентка, вероятно, потеряла лет 10 жизней и возможность иметь детей. Набухшие от влаки воздух с улицы и застрявшие комнатная духота смешивались с запахами парфюмерии, мокрых волос и пота. Разгримированные дождем лица под буклями париков представляли в таком неприглядном виде, в какой их не видывали даже без маскарада. Равич с интересом оглядывался по сторонам. Вокруг было много красивых и немало умных, тронутых печалью скепсиса лица, но еще привычнее его взгляд различал малоприметные признаки болезни, которые он умел разглядеть даже на показной оболочке внешней безупречности. Он-то знал, определенные слои общества верны себе более или менее во все эпохи, и во все эпохи им сопутствуют одни и те же симптомы болезни и распада. Вялая неразборчивость половых связей, потакание слабостям, выморочная состязательность с чем угодно, только не в силе, бесстыдство ума, остроумие лишь как самоцель, по тихи ради ленивая, усталая кровь, испорченная отравой иронии, холодным азартом мелких интрижек, с удорогами жадности, пошлым напускным фатализмом, унылой бесцельностью существования. Ждать спасения отсюда мир может хоть до скончания века, а откуда мы его еще ждать? Он глянул на Кейт. Тут вам не выпить, заметила она, слугам сюда не пробиться, неважно. Вялым движением толпы их мало-помалу занесло в соседнюю комнату, тут вдоль стен уже срочно расставляли столы и разливали шампанское. Где-то уже горели светильники, их робкий матовый свет проглатывали свиребые вспышки молний, на миг превращая лица окружавших в мертвенные, призрачные и посмертные маски. Потом с грохотом обрушивался гром, перекрывая своими раскатами глухолосов, шум и вообще все и вся, покуда мягкий свет, очнувшись от ужаса, не возвращался в комнаты своим робким мерцанием, а вместе с ним возвращалась жизнь и прежняя духота. Раечке внул на столы шампанский. Вам принести? Нет, слишком жарко. Кейт посмотрела на него. Вот значит, он какой, мой праздник. Может, дождь скоро кончится? Нет. А если и кончится, праздник уже все равно испорчен. Знаете, чего мне хочется? Уехать отсюда. Отлично. Мне тоже. Здесь как-то сильно попахивает французской революцией. Кажется, вот-вот нагрянулись санкулоты. Прошло немало времени, пока они пробились к выходу. В результате этой экспедиции шикарное платье Кейт выглядело так, будто она несколько часов в нем спала. На улице по-прежнему тяжело и отвесно рушился ливень. Фасады домов, что напротив, расплывали, словно смотришь на них сквозь залитое водой стекло, цветочный витрин. Рокача мотором подкатило авто. Куда поедем? Спросил Равич. Обратно в отель? Нет еще. Хотя в этих костюмах куда нам еще деваться? Давайте просто покатаемся. Хорошо. Машина неспешно катила по вечернему Парижу. Дождь барабанил по крыше, перекрывая почти все прочие звуки. Из серебристой пелены медленно выплывала, и столь же торжественно исчезла серая громада триумфальной арки. Парадом освещенных витрин потянулись мимо Елисейские поля. Площадь по имени Круглая веселой пестоцветной волной прорезала унылое однообразие дождливой мглы и дохнула в окна свежим благоуханием своих клуб. Необъятное, как море, исторгая своих пучин, тритонов и прочих морских гадов, раскинулась во всю свою сумрачную ширь площадь Согласия. Мимолетным напоминанием Венеции проплыла улица Ревали с изящным пробегом своих светлых аркад, чтобы почтительно уступить место Седому и Вечному Великолепию Лувра с нескончаемостью его двора и праздничным сиянием высоких окон. Потом пошли набережные мосты, чьи тяжелые невесомые силуэты призрачно тонут в сонном течении вод. Тяжелые бары же буксир с огоньком на корме, теплым, уютным, как привет с тысячи родин, сено. Бульвары с их автобусами, шумом, магазинами, многолюдством, кованые кружева ограда Люксембургского дворца и сад за ней, зачарованный, как стихотворение рильки. Кладбище Монпарнас, безмолвное, заброшенное, узенькие древние переулки старого города, стиснутые толчьей домов, замерзшие площади, внезапно из-за угла открывающие взгляду свои деревья, покосившиеся фасады, церкви, замшелые памятники, фонари в зыбкой дрожи дождя, маленькие непоколебимые бастионы, торчащих из земли писсуаров, задворки с отелями на час и укромные, словно позабытые улочки прошлого, с веселенькими, улыбчивыми фасадами, чистейшего барокко, а между ними сумрачные и таинственные подворотни, как из романов Пруста. Кейт, забившись в угол, ехала молча. Равич курил, он видел огонек своей сигареты, но вкуса дыма уже не чувствовал. В темноте вечернего такси сигарета почему-то казалась совсем бесплотной, и постепенно все происходящее стало принимать зыбкие, нереальные контуры сна, и сама эта поездка и бесшумное авто в пелене дождя, и теплывущие мимо улицы, эта женщина в старинном платье, притихшая в углу машины под скользящими ответами фонарей. Ее руки, уже тронутые дыханием смерти и недвижно замерзшие на парче. Призрачный вояж по призрачному Парижу, паранизм и странным чувством общего, ни словом, ни помыслом, ни изреченного знания и молчаливым предвестием неминуемой и страшной окончательной разлуки. Он думал о Хааке. Пытался понять, чего он на самом деле хочет, и не мог. Мысли сбивались, растекались под дождем. Думал о той женщине с огненно-золотистыми волосами, которую недавно прооперировал. Вспомнил дождливый вечер в Роттенбурге на Таубере, проведенный с женщином, которую он давно позабыл. Гостиницу и одинокий голос скрипки исчезла окна. Ему вспомнил Соромбер, убитый в 1917 году во Фландрии, на светущем маковом поле в грозу, раскаты которой так странно было слышать под ураганным огнем. Казалось, саму Господу до того обрыднул весь род человеческий, что он принялся обстреливать его с небес. Вспомнилась гумная гармошка, ее жалобный плач, безнадежно фальшивый, но полный безысходной тоски. Какой-то солдатик из морской пехоты все мусолил и мусолил ее. В памяти всплыл дождь в Риме, потом раскисший проселок под Руаном, вечный ноябрьский дождь над барачными крышами концлагеря, убитые испанские крестьяне, в их раззавленных ртах скапливалась, да так и стояла дождевая вода, мокрое, такое светлое лицо Клэр, тяжелый пьянящий аромат сирени по пути в университет, упоение отрава миражей минувших времен, фата моргана, нескончаемая процессия картины образов прошлого, плывущих мимо, как эти улицы за окном такси. Он ввинтил сигарету в пепельницу, откинулся на спинку сиденья, доволен, хватит назад оглядываться, и так недолго налететь на что-нибудь, а то и в пропасть рухнуть. Такси меж тем ползло вверх по переулкам Монмарта, дождь вдруг кончился, по небу еще тянулись тучи, торопливые, посеребренные по краям, словно тяжелые лунным светом, от бремени которого им не терпится разрешиться. Кейт попросила водителя остановиться. Они вышли размять ноги, пройтись по улочкам, недалеко хотя бы вон до того угла, и внезапно снизу под ними раскинулся весь Париж, со всеми своими улицами, площадями, ночной мглой, пеленой облаков лунным светом. Париж. Мерцающий венок бульвара в смутно белеющие холмистые склоны, башни, крыши, через полосицы света и тьмы. Париж. Обвиваемая ветрами со всех горизонтов, искрящаяся огнями равнина, черно-серые прочерки мостов и полосы ливня над сеной, жадные глаза бесчетных автомобильных фар. Париж. Оспоривший себя у бездонного мрака ночи, гигантские ули, полные гудения жизни, возведенные над зловонной сетью своих клоак, буйно расцвешься на своих же нечистотах, он и болезни красота, и смертный рак, и бессмертная монна Лиза. «Обождите минуту, Кейт», сказал Рэвич. «Я сейчас, только раздобуду кое-что». Он зашел в ближайший кабак. Теплый запах свежей колбасы, кровяной и ливерной, шибанул в нос с порога. Экстравагантность его одеяния никого не удивила. Ему без вопросов выдали бутылку коньяка и две пузатые рюмки. Откупорив бутылку, хозяин снова аккуратно заткнул горлышко пробкой. Кейт стояла на прежнем месте, все в той же позе, будто он и не уходил. Тоненькая, стройная, такая хрупкая в своем старинном платье, на фоне бегущего неба, словно обороненная из другого столетия, да так и позабытая в веках, а вовсе не американка шведского происхождения, родом из Бостона. Водки. Лучшее средство от холода, дождя и вообще от погодных и душевных потрясений. Давайте выпьем. За этот город у нас под ногами. Да. Она взяла поданную рюмку. Хорошо, что мы сюда забрались, Равич. Это лучше всех праздников на свете. Она выпила залпом, лунный свет падал на ее плечи, платье и лицо. Коньяк, отметила она, и даже хорошее. Верно. И пока вы способны это оценить, все будет в порядке. Близните ко мне еще, а потом поедете вниз. Мне пора переодеться, да и вам тоже. А после отправимся в Шахерезаду. И я устрою там себе настоящую, сентиментальную оргию. Буду упиваться жалостью к себе и прощаться со всей сладостной мишурой, что так украшает поверхность жизни. А уж с завтрашнего дня начну читать философу, писать завещания и вообще вести себя достойно своего положения и состояния. Поднимаясь по лестнице к себе в номер, Равич столкнулся с хозяйкой. Та его остановила. У вас найдется минутка? Конечно. Она повела его на третий этаж, и там своим ключом от всех дверей отперла одну из комнат. Равич сразу понял, что тут еще живут. Как это понимать? Изумился он. С какой стати мы сюда вламываемся? Здесь Розенфельд живет, сказала хозяйка. Он съезжать собрался. Мне пока и в моем к номере неплохо. Он собрался съезжать. Они платят уже три месяца. Но его вещи еще тут. Можете забрать их в залог. Хозяйка презрительно пнула, облезла незапертый чемодан, сиротливо приткнувшись к кровати. Да что у него брать? Рвань да трепье. Чемодан и тот фибровый, рубашки потрепанные, костюм сами видите какой. Их у него и всего два. За все про все из-то франков не выручишь. Рабич пожал плечами. А он сам сказал, что съезжает. Нет, но у меня на такую вещь нюх. Я сегодня ему прямо в лицо все сказала. И он признался. Но я его уведомила, что до завтра за все расплатится. Без конца держать жильцов, которые не платят, мне не по карману. Прекрасно. А я тут при чем? Картины. Эти картины тоже его имущество. Он уверяет, дескать, они очень ценные. Говорит, ими хоть за тысячу комнат запросто заплатить можно. И еще останется. А картина-то? Прости, Господи. Вы только взгляните. Рабич на стены не успел посмотреть. Теперь взглянул. Перед ним на кроватью висел арлиский пейзаж Ван Гога. Причем его лучшие поры. Он подошел поближе. Никаких сомнений. Картина подлинная. Ужас, правда? Недоумевала хозяйка. И это называется деревья. А вот эти загогулины жуткие. А теперь сюда взгляните. Сюда это над столом. Над клеенкой, где всего-навсего просто так висел Гоген. Обнаженная тайтянка на фоне тропического пейзажа. Разве это ноги? Возмущалась хозяйка. Это же мосты. Прямо как у слона. А лицо до чего тупое. Вы только поглядите, как она таращится. Но еще вот это. Так она вообще недорисованная. Вообще недорисованной картиной оказался портре госпожи Сезанн. Кисти Сезанна. Рот вон как гривой весь. А вместо щеки вообще белое пятно. И вот на этой мякине он меня провести думает. Вы мои картины видали? Вот это картины. Все с натуры. Все похожи. Все на своих местах. Зимний пейзаж с оленьями столовой. Разве плохо? Разве можно сравнить с этой подчкотникой? Я не удивлюсь, если он сам это намалевал. Как вы считаете? Все, может быть. Вот это я и хотела знать. Вы человек культурный, вы разбираетесь. Даже рамы то нет. Картины и вправду вести ли неокантованные. На грязных обоях они светились, как окна в совершенно иной мир. Если бы еще рамы приличные, золоченые. Хотя бы рамы пригодились. Но такое. Ох, че это мое сердце. Останусь я на бабах с мазней этой жуткой. Вот она, награда за мою доброту. Я думаю, вам не придется забирать эти картины, заметил Равич. А что еще забирать-то? Он раздобудет для вас деньги. Да откуда? Она стрельнула в него своими птичьими глазками. Лицо ее мгновенно преобразилось. Что может, и впрямь вещи стоящие? И ну раз посмотришь, вроде такая мазня, а люди платят. Равич прямо видел, как под ее округлым желтым лбом лихорадочно скачут мысли. Я, пожалуй, прямо сейчас возьму одну какую-нибудь в счет уплаты за последний месяц. Какую? Как вы считаете? Вон ту большую над кроватью. Никакую. Дождитесь его. Я уверен, он придет с деньгами. А я нет. И я как-никак здесь хозяйка. В таком случае, почему вы так долго ждали? Обычно-то вы совсем не так терпеливы. Так он мне зубы заговаривал. Сколько всего наплел. Будто сами не знаете, как она бывает. В эту секунду на пороге, как из-под земли, возник сам хозяин. Молчаливый маленький, спокойный человек. Не давая хозяйке ни слова сказать, достала с кармана деньги. Вот. А это мой счет. Я бы попросил квитанцию. Хозяйка, не веря себе, уставилась на банкноты. Потом перевела глаза на картины. Потом снова на деньги. Она много чего хотела сказать, но потеряла дар речи. Я вам сдача должна, проговорила она наконец. Я знаю. И даже рассчитываю ее получить. Да, конечно. У меня с собой нет. Касса внизу. Сейчас разменяю. С видом оскорбленной невинности она удалилась. Розенфельд вопросительно смотрел на Равича. Извините, сказал тот. Это особо меня сюда затащило. Я понятия не имел, что у нее на уме. Хотела выяснить, что у вас за картины. И вы ей объяснили? Нет? Тогда хорошо. Розенфельд смотрел на Равича со странной улыбкой. Так как же вы держите у себя такие картины? Спросил Равич. Они хоть застрахованы? Нет. Да и кто нынче крадет картины? Разве что из музея раз в двадцать лет. Но эта ночлежка запросто сгореть может. Он пожал плечами. Что ж, это риск, с которым приходится считаться. Страховка мне все равно не по карману. Равич смотрел на пейзаж Ван Гога. Он стоил миллиона четыре, не меньше. Розенфельд проследил за его взглядом. Я знаю, о чем вы думаете. Имея такие сокровища, нельзя не иметь денег на страховку. Но если у меня их нет, я и так только за счет картины живу. Мало-помало продаю. Хотя продавать смерть как не люблю. Прямо под Сезанном на столе стояла спиртовка. Жестянка с кофе, хлеб. Горшочек масла, несколько кульков. Комнатушка и сама по себе убогая, нищенская. Зато со стен глядела немыслимая красота. Это я понимаю, проговорил Равич. Я думал, уложусь, продолжал он. Все оплатил. Поезд, пароход, все. Только эти злосчастные три месяца за гостиницу остались. Жил в проголоде, а все равно ничего не вышло. Слишком долго давали визу. Сегодня пришлось продать Мане. Ветельский пейзаж. А я так надеялся с собой везти. Но там-то все равно пришлось бы продать. Да. Но на доллары. И выручил бы вдвое больше. В Америку едете? Он кивнул. Да. Пора отсюда смываться. И заметив, что Равич все еще на него смотрит, загадочно пояснил. Стервятник уже снялся с места. Какой еще стервятник? Не понял Равич. Но в смысле Маркус Майер. Мы его так прозвали. Он чует смерть и беду. Чует, когда пора драпать. Майер? Переспросил Равич. Это маленький такой, лысый. Иногда в катакомбе на пианино музицирует. Точно. Вот его и зовут Стервятником. Еще с Праги. Ничего себе имечка. Он всегда раньше всех все чуял. За два месяца до победы Гитлера на выборах уехал из Германии. За три месяца до присоединения Австрии бежал из Вены. За полтора месяца до захвата Чехословакии из Праги. А я на него уравнялся. Всегда. Говорю же, он чует. Только благодаря этому я и картины спас. Деньги-то из Германии было уже не вывезти. Валютные ограничения. А у меня полтора миллиона вложены. Попытался обналичить, но нацисты уже тут как тут. Поздно. Майер-то умнее оказался. Какую-то часть денег контрабандой усумел вывезти. Но это, знаете, не для моих нервов. А теперь вот он в Америку навострился. И я вслед за ним. Но оставшиеся деньги вы вполне можете с собой взять. Здесь-то на вывоз валюты пока ограничений нет. Могу, разумеется. Но если бы я продал монет там, за океаном, я бы на эти деньги прожил дольше. А так, боюсь, мне скоро и Гогена продавать придется. Розенфельд возился со своей спиртовкой. Это у меня последний, пояснило. Только эти три – все. На них и буду жить. Найти работу давно уже не рассчитывал. Это было бы чудо. Только эти три. Одной меньше. Куском жизни меньше. Он пригорюнился, задумчиво глядя на свой чемодан. В Вене пять лет. Дроговизны еще не было. И я жил очень экономно. И все равно это обошлось мне в двух ренуаров. И одну пастель дега. В Праге я прожил и проел одного сислея. И пять рисунков. Рисунки ни одна собака брать не хотела. А ведь это были два дега. Один ренуар мелом. И две сепии дилакруа. В Америке я бы прожил на них целый год дольше. А теперь сами видите. Он горестно вздохнул. У меня только эти три вещи. Еще вчера было четыре. Эта проклятая виза будет стоить мне два года жизни. Если не все три. У большинства людей вообще нет картин, на которые можно жить. Розенфель скинул чуплые плечи. Меня это как-то не утешает. Нет, конечно, согласился Равич. Что правда, то правда. Мне на эти картины войну пережить надо. А война будет долго. Равич промолчал. Стервятник, во всяком случае, так утверждает. Он даже не уверен, что в Америке будет безопасно. Куда же он после Америки собрался? Спросил Равич. Там и стран-то уже почти не остается. Он еще точно не знает. Подумывает о Гаити. Считает, что негритянская республика вряд ли в войну вяжется. Он говорил совершенно серьезно. Или Гондурас? Тоже маленькая латиноамериканская республика. Сальвадор? Еще может быть Новая Зеландия? Новая Зеландия? Они далековато? Далековато? С мрачной успешной пешкой переспросил он. Это смотря откуда.